Мы не единожды говорили о том, что творит российская армия и российские военные на территории Украины, какие преступления, какие ущербы наносят, и, конечно же, инфраструктуре, но самое главное, уносят жизни невинных и жизни мирного населения, в том числе детей. Статистику недавно мы вам озвучивали. И вот следующая тема нашего информационного блока, как раз об этом, Украина собирается судить военных преступников. Итак, военные высокого ранга и российские политики Украина установила личности уже 600 россиян, подозреваемых в совершении военных преступлений в нашей стране. Свежую статистику озвучила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и в списке подозреваемых солдаты Российской Федерации политики, а также российские пропагандисты. Подробнее о том, кто помогает Украине в расследовании, посмотрите в нашем материале. Буча, Гастумель, Бородянка, Мариуполь, Харьков, Чернигов, Одесса, Херсон – далеко не полный список городов, которые пострадали от рук российских оккупантов. За сто дней войны в Украине зарегистрировано почти 15 тысяч фактов военных преступлений, совершенных российскими военными. Расследовать эти зверства украинским следователям помогают коллеги со всего мира. К международной следственной группе, сформированной в марте Украиной, Литвой и Польшей, теперь присоединились Эстония, Латвия и Словакия. В вашей прокуратуре стали помогать судебные эксперты и полицейские из Словакии. Я знаю, что документирование преступлений, которые Россия совершила в Украине, не вернет вам ваших близких, но это позволит рассказать всему миру, что произошло, и обвинить всех тех, кто это сделал. Сейчас в Украине работает группа из 42 следователей, криминалистов и персонала Международного уголовного суда. И это, по словам прокурора Карима Хана, самое большое количество экспертов за все время существования Международного уголовного суда. Я думаю, это показывает, что существует этот общий фронт законности, абсолютно необходимый не только для Украины, но и для сохранения мира и безопасности во всем мире. Мы не можем прилетать и улетать. В ближайшие несколько недель мы будем работать над открытием офиса в Киеве. Мы уже убедились в этом. У нас очень хорошее сотрудничество с генеральным прокурором. Я думаю, это очень важно. Ранее Соломинский районный суд Киева приговорил к пожизненному заключению российского военного Вадима Шишимарина за убийство мирного жителя в Сумской области. Еще двое российских военнослужащих Александр Бабыкин и Александр Иванов приговорены к 11,5 годам судом в Полтавской области. По данным следствия, 24 февраля они участвовали в двух обстрелах жилых районов Харьковской области и точно знали, что в зону поражения могли попасть мирные жители. Юлия Аграновская специально для информационного марафона «Фридом» на телеканале Юэй. Эту тему далее в разговоре продолжим с экспертом по коммуникациям Международного центра противодействия российской пропаганды. Дмитрий Громаков с нами на связи. Дмитрий, рады вас приветствовать. Доброе утро. Ну и, Дмитрий, в свою очередь, сложно ли вот в целом сейчас получать доказательства по лично каждому преступлению, лично каждого российского военного? Я думаю, что это достаточно сложная задача, если ее не обобщать и не, скажем так, подходить к ней формально, потому что мы понимаем, что если человек артиллерист и он стрелял куда-то там в нашу сторону, то он всегда мог стать причиной гибели мирных жителей. Поэтому здесь важно доказать точное время, точное место, точная точка попадания. Для этого нужны документальные подтверждения, то есть карточки огня и куча всякой другой информации, которая может обладать только командование этих людей. К тому же у этого всего есть обратная сторона, которая может попасть в случае чего и у нашим военным, потому что у нас в период боевых действий идет приблизительно такой же огонь в районах, населенных мирными жителями. Поэтому здесь нужно подходить очень аккуратно и очень четко. Это, по сути, я считаю, что это возможно только в случае их признания вины и там какого-то раскаивания или сотрудничества со следствием. Известно, что в Украине зарегистрировано, аккредитовано, так будет корректнее сказать, более 6 тысяч СМИ иностранных. И, конечно же, они тоже принимают участие в том, чтобы документировать все, что происходит на территории Украины. Так вот, работа наших коллег, она больше служит для того, чтобы действительно миру открывать настоящие события, чтобы мир знал правду. Или же все-таки способствует и в том, чтобы привлекать вот таких военных преступников также к ответственности? Я думаю, что в большей степени это, конечно, донесение до мира самих суть этих преступлений и ужасов войны, которые сегодня переживает Украина. Но зачастую, если это какой-нибудь качественный материал, это материал, скажем так, сегодня на сегодня, это и фиксация самих этих преступлений и их участников. Поэтому это достаточно важный и серьезный момент. Хотя, по сути, есть свои сложности в этом плане, потому что все-таки есть процедура фиксации, которая принимается именно в трибуналах. И у нас не все прокуроры, думаю, знают эту процедуру, потому что часть моментов, которые были зафиксированы в 2014 году, почему-то украинская сторона не поддержала и не была принята в трибунале по факту пыток наших ползаций на Донбассе. Скажите, пожалуйста, в свою очередь, ну, возможно, это будет вопрос юридически неправильный, но все же. Вот сейчас мы видим судебные процессы над этими российскими военными, совершавшие преступления на территории Украины. Можно ли говорить о том, что когда суд дает там некоторым по 10-15 лет за эти военные преступления, можно ли говорить, что ценность этих военнопленных вырастает для Российской Федерации, и что мы потом сможем их обменять на наших защитников? Можно ли так говорить? Или же это никак нельзя совокупить? К сожалению, это никак не совокупится по одной простой причине, что российской стороне по большому счету наплевать на этих военнопленных. Если мы посмотрим то количество обменов, которое предлагалось, которое было, оно не совсем отражает то интерес российской стороны к этим обменам даже своих граждан, которые там попадали к нам. Для них это расходный материал, который, попадая в плен, считается без вести пропавшим или погибшим. Им проще сказать, что он умер, чем пойти на уступки или включить их в переговорный процесс на каком-то этапе. То есть там включается так называемая экономика войны, где каждое тело, каждый военнопленный является товаром, который продается, покупается. И вероятнее всего, что те обмены, которые были, как правило, шли по российской стороне, в коррупционной схеме какой-то, когда родственников собирают деньги за это освобождение. Тем не менее, имена тех, кто сейчас на скамье подсудимых, они же не скрываются, это не тайно, и знают, их родственники тоже могут, соответственно, узнать о том, что они именно на скамье подсудимых. Так вот, есть ли процесс обмена этих военных все-таки на украинских защитников? Сам процесс и процедура, она, естественно, существует. Она существует с 2014 года. Меняются же не только живые люди, но и как бы тела погибших. Поэтому эта схема отработана. И вот недавно произошла передача этих полномочий от вице-премьера на ГУРМО и СБУ, которые являются ключевыми участниками этой схемы. И, по сути, являются, скажем так, наиболее осведомленными в ситуации с военнопленными, которые раскладываются, потому что они являются частью юридических процедур оформления преступлений и оформления задержанных. После Второй мировой войны судебные процессы над военными преступниками длились действительно долгое время. Некоторые из них до сих пор открыты. Чем обусловлено то, что в Украине эти процессы достаточно быстро проходят, по крайней мере, решение достаточно быстро выносится, тем, что военные преступники сами признают свою вину? Или просто у наших противников на сегодня несколько иная психология, и они не так крепко просто держатся и готовы самостоятельно признать вину, чтобы так долго не тянулся этот процесс? Я думаю, что это обусловлено, скорее всего, признанием вины и, скажем так, юридическим оформлением и юридической процедурой, которая заложена в нашем уголовном кодексе. Дело в том, что, учитывая, что россияне не признают это войной, мы судим не по законам военного времени и не по военным законам, а по гражданским законам. И это проблема, которая достаточно активно обсуждалась на уровне парламента, восстановление и военных прокуроров, и военной прокуратуры выделения в отдельное производство, но она так и не была реализована, к сожалению, потому что мы не понимаем, за что мы судим, и насколько эта процедура соответствует Женевским конвенциям о правилах и обычаях войны. Поэтому это проблема. Хотела бы также еще для наших зрителей одну информацию озвучить. В офисе президента рассчитывают, что все-таки международный трибунал для расследования военных преступлений Владимира Путина создадут до конца лета. А я все-таки хотела бы еще вернуться к условиям в нынешнее время расследований и самого процесса, когда притягивают к ответственности военных преступников. Сколько отличается процесс, скорость и сложность, когда притягивают условно обычного рядового солдата и более высокопоставленного военного? Ну, я думаю, что это процедура и скорость будут гораздо выше, потому что поиск доказательств и поиск фактов этих самых преступлений, самое главное подтверждение участия, занимает гораздо больше времени. Потому что человек, задержанный на поле боя с оружием в руках, является, как бы, значительно сокращает эту процедуру, чем офицер, который непонятно, где находился в этот момент, и документы, и приказы которого, не факт, что когда-либо будут раскрыты, рассекречены или попадут в руки правосудия. Для этого необходимо будет все-таки, как минимум, добираться до пунктов постоянной дислокации. Это значит, что нужно проводить операцию на территории Российской Федерации для того, чтобы добраться до этих документов. Я не очень верю, что мы готовы сегодня воевать в России и на ее территории дойти до Москвы. Безусловно, главная цель – это защитить суверенность и независимость нашей страны. И сейчас все усилия направлены именно на эту цель. Какая-то цель. Благодарим вас, Дмитрий, за то, что вы присоединились к нашему эфиру. И напомню зрителям, что Дмитрий Громаков, эксперт по коммуникациям Международного центра противодействия российской пропаганды, был с нами на связи. Ну и ежедневно в Украине совершается около 200-300 военных преступлений. Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова. По ее словам, украинские правоохранительные органы установили личности более чем 600 российских граждан, подозреваемых в военных преступлениях. Она об этом заявила во вторник. В отношении 80 из них уже ведется уголовное преследование. Список подозреваемых включает высокопоставленных военных, политиков и агентов пропаганды России. Совместная следственная группа по розыску военных преступлений Российской Федерации, созданная Украиной, Литвой и Польшей, расширилась до шести стран. На заседании, которое прошло в Евроюсте, было подписано соглашение о присоединении группы Эстонии, Латвии, а также Словакии. Вот как расширение группы стран прокомментировала Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины. Послушаем. Это мощный шаг нашего международного юридического фронта. Расширение совместной следственной группы даст нам новые возможности и ресурсы для достижения нашей главной цели – привлечения к ответственности всех причастных к совершению ужасающих военных преступлений в Украине. Я благодарна Эстонии, Латвии и Словакии, которые вслед за открытием национальных производств решили стать также частью этой большой команды, которая поможет установить справедливость. В свою очередь и президент Украины Владимир Зеленский в одном из своих последних видеообращений к народу Украины по случаю Дня защиты детей говорил о военных преступлениях, которые Российская Федерация совершает ежедневно. Об этом он более подробно. Давайте и послушаем президента Украины Владимира Зеленского. Украинцы и украинки. Украинцы и украинки, защитники и защитницы. Каждый год, 1 июня, мы отмечаем День защиты детей. Особый день, когда взрослые уделяют особое внимание вопросам прав детей, безопасности и развитию наших детей. Но с 24 февраля в нашей стране поменялось все. И буквально каждый день теперь – это День защиты. С защитой всех наших людей, детей, нашего будущего. С защитой свободной страны, в которой каждый ребенок сможет, когда вырастет, жить такой жизнью, какой он захочет. Без принуждения и угнетения. Все видят, что Россия приносит Украине и что хочет принести в другие страны Европы. Полное презрение к отдельным людям, к целым народам. Российское государство настолько презирает своих граждан, что они не понимают, в чем вообще ценность жизни человека. Российские солдаты убивают и гибнут сами так, будто они не люди, а просто пыль. Пыль под ногами хозяев России. Принципы нашей жизни совсем другие. И хотя жизнь с наступлением военного времени изменилась, наши принципы остаются прежними. Каждый человек имеет значение. Вот это главное, что отличает нас от оккупантов. За 98 дней вторжения России в результате ударов оккупантов пострадали 689 детей. И это только те, о ком мы знаем. У нас пока нет всей информации с территории, которая сейчас остается оккупированной. Но из того, что известно сегодня, 446 детей ранены, 243 ребенка погибли. Еще 139 пропали без вести. Говорят, что человеческое сознание плохо воспринимает большие числа. Чем больше число, тем сложнее человеку понять, что за ним стоит. Разрушенные семьи, маленькие личности, даже не успевшие увидеть, что такое жизнь. Как маленький Денис из Житомирской области, из села Малиновка, погиб вместе со всей семьей, когда российский самолет сбросил бомбы на село. Денису не было и двух лет. Как Степан из села Новый Петровцы, Киевской области, ему и трех лет не было, когда российский снаряд ударил по двору дома. Малыш получил смертельные ранения. Как Аня из Бучи, Киевской области. Ей было 14 лет. Она была убита, когда российские военные обстреляли микроавтобус на дороге. Люди просто пытались спастись. Аня была в этой машине вместе с мамой и бабушкой. Погибли они все. Полина. Ей двух лет не было. Российский танк ударил по дому в Бородянке. Обычный жилой дом. Прямое попадание. Полина погибла. Арина. Николаевская область. 5 марта получила осколочные ранения в результате артиллерийского обстрела. Окупанты били по обычному жилому сектору. Она скончалась в больнице. Сейчас, в июне, Арине могло бы исполниться 4 года. Светослав из Одессы. Ему было 15. Был убит ракетным ударом России по общежитию. Это произошло 2 мая. Его тело извлекли из-под обломков дома. Алиса из Ахтырки Сумской области. 7 лет ребенку. Погибла на второй день полномасштабной войны в результате российского артиллерийского обстрела. Окупанты били прямо по жилым домам. Никита из города Изюм. Харьковская область. Ему было 3 года. В ночь на 3 марта был убит в результате российского авиаудара по городу. Всего в ту ночь погибли 9 человек. Две сестры. Варвара и Полина из Мариуполя. Варваре было 14 лет, а Полине 11. Они погибли в результате российского обстрела жилого дома. Я назвал сейчас только 10 детей из списка 243. И это не просто цифры. Каждая строка – это отдельный мир, уничтоженный армией России. В этом перечне есть и те, о ком вообще ничего не известно. Даже имя – 243 ребенка. Вечная память каждому и каждой, чья жизнь была отнята российской войной против нас, против украинцев, против Украины. Около 12 миллионов наших граждан были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Более 5 миллионов уехали за границу. И абсолютное большинство из них – это женщины с детьми. Сделаем все для того, чтобы они могли вернуться в Украину домой. Россия проводит и последовательную политику депортации наших людей. Силой увозит и взрослых, и детей. Это одно из самых подлых российских военных преступлений. Всего сейчас вывезено более 200 тысяч украинских детей. Это и сироты из детских домов, и дети с родителями, и дети, разлученные со своими семьями. Российское государство распыляет этих людей на своей территории, поселяет наших граждан, в частности, в отдаленных регионах. Цель этой преступной политики – не просто украсть людей, а сделать так, чтобы депортированные забыли об Украине и не смогли вернуться. Но должны найти ответ и на этот вызов, а также обеспечить, чтобы все, кто убивал, пытал или депортировал украинцев, ответил за свои действия. Неотвратимость наказания – это тот принцип, которому Украина точно научит Россию. Но прежде должны научить ее на поле боя тому, что Украину не покорить, что наши люди не сдадутся, а наши дети не станут собственностью оккупантов. Подписал сегодня два новых указа о награждении наших героев. Героям слава Владимир Александрович!